Севастопольское информационное бюро Первые новости города В студии Михаил Журавский Здравствуйте! Двойной праздник 23 февраля Отмечают в Севастополе Ровно 9 лет назад в нашем городе Митингом народной воли началась русская весна Которая привела к возвращению Крыма В родную гавань И со всей России севастопольцы празднуют День защитника Отечества Торжества начались с возложения цветов К мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов В нем приняли участие Представители органов власти Черноморского флота Общественных организаций и религиозных конфессий С началом специальной военной операции Эта дата обрела особый смысл Русская весна, или как ее еще называют Участники тех событий Третья оборона города-героя Не завершена От всего сердца хочу поздравить всех севастопольцев С Днем народной воли Как вы знаете, 23 февраля Началась русская весна в Севастополе 9 лет назад И это стало началом больших грандиозных событий Свидетелями которых мы все сегодня являемся Благодаря тому движению Которое началось в Севастополе А потом воссоединению Севастополя и Крыма С Россией Восстал Донбасс И случились те события Которые приведут к полному краху нацистского режима И воссоединению русского мира Защитники Отечества сегодня на передовой И особенно нуждаются в нашей поддержке Ну и конечно От всей души хочется поздравить Всех наших защитников С Днем Защитника Отечества Сегодня наши ребята Севастопольцы Ребят со всей страны Находятся на передовой Выполняют задачи специальной военной операции Совершают подвиги К сожалению Иногда погибают Получают ранения Мы все сердцем их поддерживаем И сделаем все, что возможно Чтобы победа была как можно более скорой В связи с высоким уровнем террористической опасности В этом году в Севастополе отменены Массовые праздничные мероприятия И концерт на площади Нахимова Однако горожане могут увидеть Выставку военной техники Снаряжение и обмундирование Которое используется в ходе спецоперации на Украине Парк Патриот Южного военного округа Также ожидает гостей Объекты учреждения 23 февраля Работают в режиме свободного доступа Севастопольцы и гости города-героя Смогут посетить экспозицию Военной техники отделения Центральное И легендарный сторожевой корабль Сметливый 23 февраля На площади Нахимова Работает мобильный призывной пункт Где можно записаться на военную службу по контракту А в 21 час В соответствии с приказом министра обороны Сергея Шойгу в Севастополе Наряду с еще 8 городами-героями А также городами, где дислоцированы Штабы военных округов, флотов, армии И Каспийской флотилии Будет дан артиллерийский салют 30-ю холостыми залпами В этом году 23 февраля Соединяет в себе несколько смыслов Но главное Честование героев Воздаяние мужеству севастопольцев И тех, кого мы сегодня называем защитниками Люди в форме, как надежная стена И 80 лет назад, и сейчас Ограждают народ от оружия Запада В очередной раз нацеленного на Россию Вечером 22 февраля В зале Дома культуры рыбаков Не осталось свободных мест Сотни севастопольцев Пришли на митинг-концерт Чтобы поздравить с Днем Защитника Отечества Ветеранов боевых действий И тех, кто сейчас Отстаивает интересы Родины Сражается за справедливость В зоне специальной военной операции И обеспечивает мирное небо Над нашими головами В Севастополе Здесь мы сегодня Прифронтовой город Мы об этом говорили Мы на линии атаки Нас пытаются чем-то напугать Но мы никогда не испугаемся Потому что у нас есть Наш замечательный Черноморский флот У нас есть наши войны Наши средства ПВО Которые охраняют город От любых невзгод Вот вы это видите Давайте им скажем Еще раз спасибо Все вместе За Россию За президента За армию За плот За Севастополь С праздником, дорогие севастопольцы С Днем Защитника Отечества С Днем Народной Воли 23 февраля Для каждого севастопольца Особая дата Именно в этот день 9 лет назад Десятки тысяч горожан Вышли на площадь Павла Степановича Нахимова Чтобы не допустить на родную землю Преступления Рожденные Майданом И проложить путь домой В Россию Сегодня нам снова приходится бороться За мир без нацизма 24 февраля 2022 года Приказ Верховного Главнокомандующего Положил начало Специальной военной операции На Украине Тысячи наших воинов Стали на защиту Донбасса И интересов Российской Федерации Многие из них отдали за это Свою жизнь Конечно, главная ценность Нашего государства Это люди И поэтому больно И горько осознавать Что гибнут сегодня Наши бойцы Еще больнее Видеть Как гибнут Мирные жители И я хотел бы обратиться К женам, матерям Родным Наших погибших Ваши близкие Погибли не напрасно Своей гибелью Они дали возможность Жить другим Они положили Свои жизни За долгожданный мир На Донбассе За безопасность Севастополя и Крыма За сильную И независимую Россию На митинге-концерте Ко дню защитника Отечества Гостям Дома культуры Рыбаков Было предложено Отправить послание Бойцам На передовую Более 150 писем С самыми теплыми пожеланиями В скором времени Дойдут до адресатов Эти письма Попадут бойцам на фронт И хотелось бы Подержать В это непростое время Чтобы они справились Они у нас молодцы Самые лучшие Замечательные Сегодня практически Каждый Так или иначе Защищает Отечество Кто-то помогает Ближнему А кто-то Честно выполняет Воинский долг Русский народ За свою историю Не раз доказывал И теперь еще раз Докажет всему миру Наша сила В единстве И любви К родине Я русский Я иду до конца Я русский Моя тенка Танца Я русский И мне повезло Я русский Я русский И стойкости На художественных Снимках Выставка Пронзительных Портретов Открылась В доме Офицера Флота В день Защитника Отечества На каждой фотографии Хрупкая и утонченная женщина Но в пронзительном взгляде Читается боль от разлуки Скорбь потери И надежда на скорую встречу С любимым Около трех десятков Портретов Жен и вдов Героев специальной Военной операции Выставили в зимнем саду Дома офицеров Черноморского флота Встретив Фоторабот На посетители Смотрят Жительницы Севастополя Мужья которых Отдали свои жизни За Отечество Жизнь Татьяны Разделилась на до И после 15 марта Прошлого года Ее супруг Погиб В боях за Мариуполь Я горжусь Своим мужем Что Хоть я и вдова Но ее жена героя И этот китель Он как бы символизирует Характер То что Да, нам тяжело Но Мы выдержали это И мы продолжаем жить Этот Одев этот китель Ты понимаешь Какой долг Перед ребятами Когда они Отправлялись На спецоперацию Они выполняли задачи И мы Как жены Мы ждали Гордимся ими И это очень хороший проект Я рада Что я в нем Приняла участие Нелегким Выдался этот год И для Ольги Когда началась Спецоперация Ее супруг пошел Отдавать долг родине И молодая женщина С двумя детьми Переехала за тысячи километров К родителям Чтобы переживать Разлуку с любимым Было легче Спустя долгие месяцы Неопределенности И тревоги Муж Ольги Вернулся домой В канун Нового года Выходила на связь Очень редко Но это были Такие моменты Которых ждешь Каждые секунды Каждый звонок Каждый смс Первый раз он вышел на связь По видео День рождения моего сына И он просто сказал Я ждал этого подарка На сегодняшний день Наш батя отзвонился Мы рыдали все Наш был папа Уставший С бородой Но счастливый Пытался сквозь слезы Нас поддерживать Поздравил сына Мы все преодолели И дождались своего папу Надеемся Что все скоро Это закончится Наши мужчины Все выстоят Жены военных Запечатлены На снимках В китерях Мужей Или с дорогими Сердцу фуражками И орденами своих героев Пронизывающие До глубины души Истории героинь Можно прочитать В группе Жена героя В социальной сети Вконтакте Мы именно хотим Обострить внимание Заострить людей Именно на взгляде Этих женщин Потому что Именно на взгляде Чувствуются их эмоции То через что они проходят То какие эмоции Они испытывают Какие переживания Какая сила В этих глазах У этих женщин Потому что Как говорят наши жены Они потеряли Самого близкого человека Им уже ничего не страшно Тяжело морально Я редко сдерживаюсь Часто плачу Но я делаю доброе дело Я знаю что это нужно И нашим мужчинам Это нужно И нашим женщинам Потому что Каждая съемка У нас это Как больше Психологическая помощь То есть мы Выслушиваем Мы поддерживаем Мы вместе плачем Мы вместе Устраиваем эту выставку Выставка фотографий Жен героев Продлится до 8 марта После ее окончания Участницы смогут Забрать домой Памятные портреты Хранящие гордость За мужчин И веру в победу Маргарита Борисенко Севанформбюро В Орлиновском центре культуры и досуга На этой неделе Школьники вместе с художественными руководителями Учились делать ангелов-хранителей из фетра Поделки маленьких севастопольцев Вместе с письмами Со словами поддержки Отправятся бойцам на передовую Армия маленьких ангелов-хранителей Каждый из которых будет защищать своего бойца Школьники из села Орлиное Пришли на мастер-класс Центр культуры и досуга Чтобы научиться мастерить поделки из фетра Но главная цель, как говорят ребята Передать защитникам Родины свое искреннее пожелание Вернуться скорее домой с победой Живыми и здоровыми Все изготовленные поделочки 23 февраля В рамках большого празднования Большого концерта Отец Владимир, настоятель нашей церкви Орлиновской Освятит и все они непременно Дойдут до наших героев Наших защитников В зону специальной военной операции В Орлиновском центре культуры и досуга Разработали целый цикл Патриотических мастер-классов И информационных часов Их проводят для школьников каждый месяц Дети, конечно, с большим трепетом С большим уважением И с большой благодарностью И на занятиях по изобразительному искусству И на занятиях по декоративно-прикладному творчеству Создают свои поделки У нас есть выставка Вы можете посмотреть Там совершенно различные работы И дети разного возраста С большим вниманием Принимают в этом участие Занятие начинается с беседы Ребятам рассказывают о героических сынах Отечества Особое внимание уделяют тому, чтобы школьники понимали Для кого и почему они делают подарки В центре каждого ангелочка маленький камушек И каждый малыш вкладывает в него свой, особый смысл Мы делали ангелочков для наших защитников Чтобы защищать их И пожелать им удачи И чтобы они вернулись домой До звездной высоты желаем вам достать И все свои мечты на небе рисовать И пусть в кроечащий срок Исполнились они И чтоб всегда жилось спокойно, без беды Ребят постарше привлекают к акции Письмо солдату, которое стартовало в декабре 2022-го Создавая фигурки ангелочков, школьники уже сами предложили написать поздравления Ко Дню Защитника Отечества Мы пишем, чтобы солдаты вернулись целыми и невредимыми И чтобы они победили И чтобы у них было много храбрости и мужества Подарки от школьников из Орлинова Отправят бойцам вместе с гуманитарной помощью Которую собирает штаб во всех селах Байдарской долины В ответ солдаты отправляют школьникам видеоприветы Это еще больше мотивирует детей вносить свой вклад в победу А следующая встреча в сельском центре культуры и искусств запланирована на март В гости к ребятам придет участник специальной военной операции В Севастополе запущена всероссийская программа развития молодежного предпринимательства «Я в деле» Ее составная часть – большой предпринимательский турнир Уже проходит среди студентов севастопольских вузов и учащихся колледжей Сегодня ребята будут являться компаниями, которые будут продавать товары и услуги на рынке Победит та команда, которая наберет максимальное количество капитализации То есть максимальное количество денег заработает И победители первое, второе, третье место Они отправятся на финал, который пройдет 12 марта Куда придут все победители из разных университетов Из СИФГУ, из МГУ, из колледжей И вот мы еще также рассматриваем, впереди нас ждет игра в РЭУ Севастополь оказался в числе 63 регионов, где организованы студенческие бизнес-соревнования Лучшие из лучших поедут в Москву для участия в специальной сессии В рамках большого предпринимательского турнира Молодые люди смогут углубиться в тематику бизнеса и проектирования Прокачать навыки командной работы, а также завести полезные деловые контакты Создавать свой бизнес-план – это очень интересно Потому что работает мышление И ты как бы делаешь то, что, например, нет Или там в бизнес-плане, например, ты пишешь про какие-то фонды благотворительные те же Там приют для животных, может быть, там помощь детям, у которых нет родителей Ну и как бы эта тема очень интересная и вдобавок она нужна В Севастополе отпраздновали День зимних видов спорта События отмечают российские атлеты после проведения зимних олимпийских игр в 2014 году в Сочи В этот раз торжества в нашем городе организовали дважды Федерации хоккея и фигурного катания провели показательные выступления Чтобы привлечь как можно больше любителей спорта в свои ряды На городском катке с самого утра суматоха юные хоккеисты и фигуристы буквально на перегонки выходят на лед Кому-то из них всего три года, кто-то занимается спортом уже 10 лет Но для всех зимние виды спорта – это любовь, которую хочется разделить с другими Тем более специально посвященный этому день Он был учрежден в 2015 году в честь годовщины победы нашей олимпийской сборной На Олимпийских зимних играх в Сочи И теперь каждый год в феврале, в начале февраля отмечается День зимних видов спорта Я думаю, это обязательно нужно праздновать Потому что, во-первых, это здоровый образ жизни Это привлечение детей, молодежи, старшего поколения к зимним видам спорта Это же прекрасно На празднике присутствовали члены хоккейного клуба «Медведи» Севастопольских федераций фигурного катания на коньках и керлинга на колясках Все три вида спорта пользуются популярностью в нашем городе Влиться в ряды спортсменов может каждый Нужно только желание Вы знаете, очень популярно Желающих все больше и больше Каждый день звонят, каждый день записываются Каждый день хотят отдать своего ребенка Любого при том возраста на фигурное катание Каждый желающий может встать на лед Данные нужны для достижения спортивных высоких результатов Но для этого нужен отбор Но сначала все желающие могут прийти и начать заниматься Сейчас в городской федерации фигурного катания на коньках занимается порядка полусотни человек Среди них много призеров не только региональных конкурсов, но и всероссийских Так фигуристка Дарья Добровольская шесть раз выходила на первенство России В три года я пришла на фигурное катание в городе Хабаровске Там мы покатались и потом, когда уже тут Крым Изволи России, мы решили приехать сюда и продолжить карьеру здесь Вот катаемся уже 15 лет Девушка считает, что для того, чтобы добиться успеха Нужно выходить на лед как минимум трижды в день Она надеется, что в скором времени в Севастополе появится ледовый дворец Который очень нужен и фигуристам, и хоккеистам Сейчас мечта, наверное, просто выйти на соревнования какие-нибудь уже более такие Ну, даже то же самое первенство России Хотя бы просто выехать и посоревноваться с ребятами посильнее меня Здесь хорошо готовят, мы выходим на массовое катание, так как пока что у нас нет своего катка Работаем здесь, тренируемся, отрабатываем все элементы, которые нужны нам для соревнований Для постановки программы, отработки их ездим в другой город, где есть каток, в Симферополь Да и все, катаемся шесть раз в неделю Праздник в торгово-развлекательном комплексе «Мусон» показал, что даже в южных регионах нашей страны можно любить лед И уже сейчас у каждого юного севастопольца есть шанс стать успешным в зимних видах спорта Мария Легина, Дмитрий Лилека, Севенфорумбюро Ну а к этому часу все За развитием событий следите вместе с выпусками Севенфорумбюро Я напомню, телефоны редакции 59-00-60, а также мобильный плюс 7-978-900-3131 Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfistv.com Ждите новостей, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин